всем привет ребятки я рад вас приветствовать у себя на канале urban scout спасибо большое что смотрите меня подписывайтесь ставите лайки пишите комментарии и все вот это вот я немного приболел поэтому не обращайте внимание на голос я лечусь все хорошо сегодня должно было выйти немного другое видео у меня на канале но в силу того что в силу того что нету сил запишу коротенький видос который стоит тоже кстати хотел выпустить о чем мы сегодня поговорим конечно же о фонариках ставь лайк если давно не было фонариков на канале я держался изо всех сил как мог у меня этих фонарей уже накопилось куча обзоры снимать надо покупаю я сам никто ничего не засылает и тем не менее фонариков у меня много в одном из предыдущих своих видео я показывал этот фонарик лимин топ и дисси он называется классный фонарик мне он более чем нравится он работает от типа формата батарейки пальчиковой 2а моем случае это стоит сейчас аккумулятор на и коровский со встроенной зарядкой в общем-то его я вам уже показывал классный фонарик мне нравится то что у него есть выбор типов элементов питания либо это будет аккумулятор либо это будет батарейка плюс формат питания 2а достаточно распространенного вы всегда можете в любом месте найти ему замену если он выйдет из строя если сядет ваш аккумулятор или батарейка стоят копейки в общем что мне понравилось это классная система в плане выборов элемента питания у меня много других фонарей которые значительно мощнее значительно дороже и так далее но вся суть в том что все они работают так или иначе от аккумуляторов у некоторых есть встроенная зарядка типа юсб тайп си как бы можно фонарик до зарядить но тем не менее это займет какое-то время некоторых типа фонарика улайт есть своя зарядка здесь она магнитная вот это она выглядит вы поставили на зарядочку все он заряжается и тут кстати стал вопрос насчет мобилизации началась у нас стране мобилизация многие спрашивают ну типа ну посоветуй фонарик какой с собой взять зарядкой или с power банком или солнечными батареями мое мнение таково что в такие ситуации как bp вот такие фонарики не очень вам подойдут конечно они имеют свое место это хорошие фонари им ими стоит владеть но это не лучший фонарик для ситуации типа bp или мобилизации объясню почему достаточно будет сложно заменить тип питания если он выйдет из строя достаточно долго его заряжать даже если вы берете с собой power банки солнечные батареи у вас не всегда будет время на то чтобы заниматься зарядкой вы не всегда будете находиться вблизи розетки чтобы все это дело зарядить поэтому обязательно вам советую к вашей большой коллекции фонарей добавить фонарик который просто работает от пальчиковой батарейки ну или от мизинчика вы тебя как этот или улайт у меня такие есть но тот же самый элемент от tool аа 20 но он работает всего от одной батарейки от одной мизинчиковой батарейки в максимальном режиме вот в этом он проработает порядка там четырех шести часов всего лишь что не так уж много как хотелось бы поэтому я стал подыскивать себе фонарик который работает на двух батарейках как минимум разумеется мой любимый бренд nightcore такой фонарик имеет об этом фонаре я знал давным давно его видел это совершенно не новая модель это я бы даже сказал очень старая модель называется в nightcore mt 22 а по характеристикам 260 люмен максимальная яркость работает он от двух батареек типа формата а а то бишь пальчиковые еще один ремешок комплекте у нас есть ремешок запасное колечко силиконово чуть позже покажу где она устанавливается это от другого фонаря ремешок и как обычно вас есть потрясающая бумажка вот так выглядит бумажка и тут же у нас есть схемы какие типы элементов питания подходят какие не подходят как видите ли он аккумуляторы сюда не подходят только батарейки с напругой не выше чем 1 и 5 вольта и также у нас здесь есть яркость и время работы вот табличка по яркости у него есть один люмен 45 люмен и 260 люмен от обычной батарейки а а щелочной он будет работать в 260 люмен два часа 45 люмен 18 часов в 1 люмен 180 что достаточно много как я считаю ибо даже самой темной ночью если вы куда-то идете вам не нужно все время светить в максимальном режиме чтобы хорошо и уверенно светить под ноги вам хватит даже среднего режима в принципе в общем то сам фонарь вот так он выглядит он очень компактный достаточно маленький хорошо плотно сидит в руке спросите почему именно этот фонарик на рынке есть куча других фонарей которые питаются от двух от трех пальчиков батареек или мизинчиковых но все не то все не то этот фонарик мне нравится прежде всего за свою эргономику он действительно потрясающе сидит в руке он очень маленький он чуть больше по размеру чем сами батарейки чуть позже покажу у него классные материалы изготовления у него хорошая клипса металлическая достаточно жесткая у него качественный корпус корпус сделан из поликарбоната из пластика он бывает трех цветах черный койоты ядовито-желтый зеленый сигнального такой как у меня голова на всех черная всегда в комплекте также идет темляк сзади у нас есть кнопка кнопка механическая то бишь когда она не включена через нее ток не проходит и ваши батарейки не разряжаются кнопка имеет два типа нажатия это полная до щелчка и половинку промежуточная что переключает режимы по режиму все как и сказал точнее как прочитал книжке максимальный средний один лумен и стробоскоп начинаются они каждый раз максимального то бишь вы включили у вас 260 лумен 100 лумен 1 лумен и стробоскоп удобно это или нет решать вам в принципе никакой проблемы нет сзади кнопка выпирает тактильная легко нащупать фонарь имеет вот такие срезы я сначала думал это будет мешать тому чтобы его поставить тем не менее нет фонарик поставить можно стоит он достаточно хорошо можно куда-то поставить чтоб он светил вверх в потолок корпус имеет вот такие ребра я сначала это думал для охлаждения на самом деле нет фонарик вот эта часть фонарь вообще не греется никаких проблем с этим нет это просто для цепкости для хорошего охвата здесь мы видим кнопку такую металлическую она именно металлическая она нужна для того чтобы открыть фонарик мы на нее нажимаем и фонарик приоткрылся вот по его щель теперь можно вытащить голову и добраться до его содержимого внутри у нас площадка с кнопкой вот стержень это специальный зацеп с помощью которого открывается крышкой вы попадаете вовнутрь тут ничего не промаркировано но все понимают да то что к пружинке мы ставим минус плоскому ставим плюс и вот она сама голова на ней есть уплотнительная резинка такая же у нас есть комплекте голова защищена выполнена отдельным элементом то бишь чисто технически если вы вот эту часть просрете вы можете ее поставить от другого фонаря или же на оборот не уверен что они продаются отдельно лично я не встречал легко все это дело собирается обратно и очень быстрая горячая замена вам не нужно ничего там откручивать некие пазы искать просто вы кнопку нажали аккумуляторы высунули вставили новый аккумулятор батарейки прошу прощения вставили обратно все работает то бишь у той система работает очень быстро у меня были сначала опасения по поводу влагозащиты изо всей этой системы что она будет плоховато работать я сделал тесты в домашних условиях по поводу влагозащиты никаких проблем нет все отлично работает оставлял фонарики вот таком режиме почти на час он классно светил никаких проблем с ним не было ну разумеется на час я сейчас вставлять не буду я вам так для наглядности засунул ненадолго в общем то несмотря на то что в конструкции у нас нету никакой резьбы на фонарь это никак не влияет фонарь продолжает оставаться герметичным заявлено что с ним можно погружаться на воду под воду на глубину до полутора метров на два часа и в принципе никаких проблем с ним нету в общем то вот такой вот фонарик был интересный сегодня обзор у нас получился достаточно кратенький классный фонарик я рекомендую вам обязательно иметь такой запасной фонарик всегда если у вас всего один фонарик пусть это будет такой да он не самый яркий дал не самый мощный но он самый надежный и он под самый подходящий элемент питания который вы найдете в любом гараже в любом сарае вытащите из пульта из часов и так далее и сможете запитать ваш фонарик и продлить его срок свечения то бишь для меня это такой фонарик постапокалипсиса если вы меня спросили какой фонарик ты возьмешь с собой один на всю жизнь при этом непонятно в каких условиях придется действовать скорее всего заряжать его будет негде я бы наверное взял такой достаточно классный компактные утилитарные цветовых решений очень много выбрать сможет каждый вам как обычно ребятки желаю быть здоровыми желаю вам любви добра и пока пока